84-й дом по улице Чкалова до сих пор овеян мифами и легендами. Рассказывают, что в прошлом столетии здесь произошло событие, которое называют настоящим чудом. В январе 1956 года комсомолка Зоя Корнаухова взяла икону Николая Чудотворца, стала с ней танцевать и окаменела. Ее ноги будто приклеились к полу, однако сердце билось. Так девушка простояла 128 дней до третьего дня Пасхи, а затем умерла. Этой истории и посвятили театрализованную экскурсию, которая прошла в библиотеке имени Крупской. Спектакль «Променад» – это необычный формат искусства в движении. Для участия зрителю необходим смартфон, наушники и час свободного времени. Подключаем наушники, сканируем QR-код и погружаемся в историю. В каждом населенном пункте есть свои легенды о том или ином событии. У этой истории есть несколько версий. Здесь зритель – не посторонний наблюдатель, а активный участник происходящего. Все действия разворачиваются в его голове, а режиссером выступает фантазия. Мы выбрали такой маршрут, когда старые деревянные как раз-таки постройки, которые сохранились и дошли до нас, мы идем как бы между ними и слушаем абсолютно разные голоса. Там звучат, подзвучивают, то есть это будет не однотонный, а как раз декорацией будет город. Проводником зрителя в сюжет постановки является ведущий. Там дальше будет рассказ, как вот эти колитики как раз забивали двумя как раз-таки палками между собой. По словам участников, такой формат интересен и заслуживает внимания. Когда я слушаю эту лекцию, я была поражена, насколько по-разному можно трактовать одни и те же события. И насколько глубокими могут быть, как прозвучала фраза, слои легенды. То есть ты на одном уровне знаешь одно, кто-то другой расскажет другое, все это обрастает слухами. Но как ни смешно, но главный вывод, который я сделала, что мы все равно никогда не узнаем правды. Мы так и не узнаем, была это Зоя или нет. Организаторы говорят, такие прогулки расширяют кругозор, заставляют задуматься, а еще посмотреть на привычные вещи с другой стороны. Театр, спектакль, в принципе, как и книга, он открывает новые грани нашего мира читателям. И через театральные формы мы еще более глубже проникаемся в новые интерпретации сюжета. На базе библиотеки мы действительно можем окунуться в какие-то культурологические те же мифы по-другому. После спектакля «Промена. Достояние Зои» зрители поделились своими впечатлениями с режиссером. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.